В эфире национальной вещательной компании САХА «Квадратный метр». Программа не только о строительстве. Сегодня в выпуске. 1 декабря завершается прием заявлений от населения на участие в программе поддержки строительства индивидуального жилья. Кто и как может получить беспроцентный заим по программе. На болевший вопрос благоустройства земельных участков многодетных семей поможет ли указ главы республики решить проблему. Сегодня гость в нашей студии руководитель отдела жилищной политики Минстроя Республики Сергей Дмитриев. Добрый вечер, Сергей Викторович. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе речь пойдет о поддержке индивидуального жилищного строительства. Программа действует на территории Якутии еще с 90-х годов. Она подразумевает под собой беспроцентные займы на 10 лет, чтобы сделать строительство индивидуального жилья более доступным для населения. Мы познакомились с семьей Андросовых, которые два года назад смогли воспользоваться такой поддержкой. Предлагаю посмотреть сюжет. Молодая семья Андросовых давно мечтала о собственном жилье. Но в силу обстоятельств с двумя маленькими детьми им приходилось ютиться в небольшом доме вместе с родителями. В 2014 году Лена из социальных сетей узнала, что в Республике действует программа поддержки индивидуального жилищного строительства. Она собрала необходимый пакет документов и подала заявку на рассмотрение. Очень хорошая поддержка и очень хорошее, скажем так, начало. Главное начать уже строить дом. Главное возвести коробку первый год. Тем более, там процентов нету, как в банковском кредите, скажем так, по сравнению с банковским кредитом. Ну, сумма незначительная, можно сказать. Отметим, что согласно программе, якутяне могут получить беспроцентный заим в размере 30% от всей стоимости жилья на 10 лет. Так, если на одного человека по нормативам полагается 18 квадратных метров, то, к примеру, семье из пяти человек, проживающих, скажем, в далеком Абыйском улусе, необходимы 90 квадратов. Если их умножить на среднюю стоимость квадратного метра в этом районе на 39 тысяч рублей, то 30% от полученной суммы составит более 1 миллиона 59 тысяч. По такому же принципу можем вычислить, что такая же семья из Намского района может рассчитывать на 669 тысяч, а из Алдана на 626 тысяч рублей. Что же касается столицы, где средняя стоимость квадратного метра на сегодня составила около 25 тысяч рублей, то многодетной семье предоставит беспроцентный заим в сумме 665 тысяч рублей. В этом году для реализации этой подпрограммы из бюджета республики выделили более 200 миллионов рублей. Но это только половина. Другую составляют оборотные средства, то есть деньги, возвращенные заемщиками. Если вы также хотите построить себе дом, ну скажем, примерно такой, то вы должны соответствовать четырем основным условиям. Это проживание на территории республики не менее пяти лет, нуждаемость в строительстве, справка о доходах и наличие земельного участка. Наша героиня признается, что сперва отнеслась скептически к такой возможности, так как до этого она безуспешно пыталась принять участие в других программах. Но на этот раз удача улыбнулась. И теперь большой двухэтажный дом радует своих хозяев, особенно их маленьких жителей. Итак, согласно программе, необходимо соответствовать четырем условиям. Хотелось бы остановиться на некоторых из них. Интересное условие – нуждаемость. Каким образом расставляются приоритеты между заявителями? Нуждаемость считается из того, что должно быть существующее жилье меньше определенных нормативов, то есть меньше 18 квадратов на человека. А формирование очереди происходит в глобальной системе. И причем приоритет получают семьи, у которых уже имеется незавершенное строительство на участке, многодетные семьи. Также учитывается и количество лет, проведенных в очереди на участие в этой программе. А вот еще одно условие – это необходимо подтвердить свой доход, как и в любых других займах и кредитах. Но у нас есть очень много на селе, особенно таких индивидуальных предпринимателей, которые занимаются фермерским хозяйством, крестьянским хозяйством. Вот как они могут подтвердить свой доход? Ну, так же, как при получении любого кредита, займа – это, возможно, предоставление справки 3НДФЛ, а также предоставление книги расходов и доходов индивидуального предпринимателя. Вот представим, что человек уже получил одобрение и деньги уже перечислены на определенный счет. Заканчиваются ли на этом его обязанности перед кредитором за исключением, конечно же, ежемесячных выплат? Ну, подписывая договор займа, он принимает на себя обязательства о сдаче жилья, жилого дома в течение двух лет. После двух лет, если он не завершит строительство, то идет взимание процентной ставки уже в размере ставки рефинансирования. Известно, что программа реализуется по двум направлениям. Это не только беспроцентные заемы для населения, но еще и поддержка муниципалитетов для обустройства инфраструктурой зоны индивидуальной застройки. Как реализуется это направление? Как происходит поддержка муниципалитетов? Ежегодно предоставляются субсидии муниципальным бюджетам на основании отбора на обустройство зон кварталов индивидуальной застройки, которых не менее 40% распределены среди многодетных семей. В этом году было выделено 195 миллионов. Также со своей стороны муниципалитет обеспечивается финансированием в размере не менее 5%. Раз уж речь не зашла о выделении земель для многодетных семей, то хотелось бы заметить, что совсем недавно глава Егор Борисов подписал указ, который будет рекламентировать сроки подведения инфраструктуры к участкам многодетных семей. А все началось с того, что 5 лет назад многодетным семьям раздали земли. Однако ни газа, ни электричества, ни каких-либо других благ цивилизации на участках до сих пор нет. Подробнее в материале наших коллег. Больше тысячи многодетных семей вот уже 5 лет ожидают прокладки инфраструктуры к их земельным участкам. Речь идет о квартале Северный, который находится на 9-м километре Намского тракта. Выдали нам их в декабре 2011 года. Нынче уже будет 5 лет. Когда нам их выдали, обещали, что к 2013 году будут свет, вода, газ, школы, сады. Все это обещали. Вот прошло 5 лет, скоро будет. А у нас пустые голые участки. Причиной многолетней проблемы явилась безответственность муниципалитетов. Именно они должны выделять средства для подведения электричества и строительства дорог. Глава республики указал, что муниципалитеты этой проблемой не занимаются и даже не поднимают этот вопрос, из-за чего ответственность все время ложится на правительство республики. Он также потребовал принять конкретные мероприятия для решения этого вопроса. Согласно указу, земельные участки, выделенные для семей и приемных родителей, имеющих трех и более детей, будут в течение трех лет обеспечены необходимой инфраструктурой. Но перед тем, как начать работу, правительству предстоит провести полную инвентаризацию выданных земель. После этого, после этой инвентаризации, наше министерство, министерство строительства проведет расчеты о необходимых средствах. Мы уже предусмотрели инвентаризацию программы на 2018 год и 2019 год на эти цели. Поэтому мероприятия определены точно, конкретные. И сейчас вот уточняем их и будем работать. Еще один пункт в указе касается республиканского материнского капитала, согласно которому его увеличат двое, если семья решит отказаться от участка. Также документы регламентируют требования к землям, которые только собираются раздать. Они должны быть со светом и дорогами. Это обязывает муниципалитета заранее позаботиться об инфраструктуре, потому как следующий пункт разрешает выдавать земли из лесного фонда. Генеральными планами населенных пунктов, муниципальными образованиями, они ограничены границами населенного пункта. Сегодня градостроительный кодекс позволяет расширить эти границы и разработать генеральный план с учетом границ муниципального образования. Это гораздо шире. И сюда будут вовлечены земли лесного фонда, это может быть земли сельхозугодия и так далее. Такие земли выдают и в горном районе, но в отличие от других муниципалитетов, администрация выделяет средства, строит дороги и проводит электричество. Более 17 миллионов, это первоначально, в первую очередь было потрачено на вырубку просеки, так как горный груз является, ну, как вы видите, здесь у нас лесного фонда много. И второй этап, это, конечно же, проложение дороги и порядка на дорогу было выделено более 5 миллионов рублей. И более 10 миллионов было потрачено на вот эти вот 2,4 километра протяженности электролинии. Таким образом, правительство планирует в течение трех лет решить вопрос инфраструктуры уже выданных земельных участков. В последующем, многодетные семьи, которые захотят получить землю, а их сегодня уже 17 тысяч, не должны столкнуться с такой проблемой. Будем надеяться, что КАЗ все-таки поможет сдвинуть с мертвой точки эту проблему. А на сегодня в республике многодетным семьям выделили 6 тысяч участков. Сколько из них, вот согласно этому указу, ожидают в своей очереди на проведение инфраструктуры? Ну, из 6 тысяч участков выделено под конкретно под ИЖС, это у нас где-то 4,5 тысячи участков. Из них полторы тысячи обеспечено, ну, вот порядка трех тысяч участков у нас не обеспечены инженерной инфраструктурой. Аши затраты только на электрификацию и устройство дорог одного участка, да, в среднем по республике, составляют порядка 250 тысяч рублей на один участок. Что, в общем, дает очень большую потребность в размере порядка 4 миллиардов только. В связи с этим у нас, в принципе, в указе обозначено, что вообще субсидии предоставляются на 5 мероприятий у нас, да, видов работы. Это электрификация, устройство дорог, летний водопровод, теплоснабжение, газоснабжение. И из них, вот, согласно этому указу, мы будем приоритетить и держать электрификацию и устройство дорог. Просто потому что без электричества и без дорог у нас строительство не будет производиться. Давайте возвращаемся к нашей изначальной теме. И хотелось бы обратить внимание на один из пунктов этой программы. Это покрытие расходов на доставку стройматериалов в северные и арктические улусы нашей республики. Вот как реализуется эта помощь? Данная помощь реализуется в том плане, что людям северных и арктических улусах предоставляется социальная выплата именно на погашение транспортных расходов. Для этого муниципальное образование формирует заявку и направляет в Минструю. Сколько у них граждан? В настоящее время социальная выплата на погашение транспортных расходов предоставляется гражданам, которые участвуют, участникам под программой индивидуальной жильственной строительства. Но мы планируем расширить перечень застройщиков и уже оказывать помощь всем индивидуальным застройщикам. А как это происходит? Я, например, житель Обыйского района, хочу себе построить дом. Куда мне идти? Куда подавать заявление? Кому мне обращаться и сколько ждать? В срок до 1 декабря гражданин должен подать свое муниципальное образование, заявление и документы согласно перечню. Муниципальное образование на уровне поселения формирует список застройщиков, который направляется на уровень района. И на уровне района после формирования очередности список утверждается и направляется в группу АПК ТУИМАДА для работы. Спасибо, Сергей Викторович, за ответы на наши вопросы. А в студии с нами был руководитель отдела жилищной политики Минстроя Республики Сергей Дмитриев.